Господин Юнос, здравствуйте, я рада вас приветствовать. Витаю вас, дякую за запрошение, рад вас видеть в добром здравии, давно не виделись, приветствуем всю нашу многоуважаемую аудиторию. Слава Украине! Героям слава! Хочу сразу у вас спросить ваше мнение о том, что сейчас происходит в Курской области. Как вы оцениваете ситуацию? Ну, что там происходит, пускай оценивают военные эксперты, потому что в первую очередь здесь нужна военная аналитика. Я всегда, вы знаете, стараюсь держать дистанцию от этой военной тематики, пускай каждый профессионально занимается своей работой. Я с точки зрения политической экспертизы могу дать политическую оценку всему этому, как я лично сам это воспринимаю и как это видится здесь в Соединенных Штатах Америки и в целом Запада. Конечно, то, что Украине, вооруженным силам Украины, ее военно-политическому руководству удалось найти очередное слабое звено во всей так называемой хваленой обороне второй армии, так называемой мира, это очередной успех, конечно, Украины наряду с такими успехами, как мы говорим, харьковский успех и херсонский успех. Это если мы говорим чисто о военной кампании. Если мы говорим о чисто моральном, психологическом, идеологическом, так патриотическом факторе, то тут очень много таких моментов, это и то, что Близклик не удался, Сумская, Черниговская, Киевская, вот область, то, что вам это удалось и многое другое, то, что вам удается в течение этой войны, его тяжелая зима и то, что моральный дух и населения, и вооруженных сил, и единение вашего такой консолидации, несмотря на то, что два с половиной года войны, несмотря на то, что тяжелые потери, инфраструктура и многое другое, и Запад не так телится, шаг вперед, два назад, но и при всем при этом, сегодня уже все отмечают, что Украина эту войну никогда не проиграет, Россия эту войну никогда не выиграет, если выбирать, кто из них ближе сегодня к победе, конечно, это Украина, в первую очередь в силу перечисленных факторов касательно самой Украины и в силу того, что союзники Украины по своим ресурсам, по своим возможностям, несмотря на тот уровень поддержки, который у нас вызывает огромные критические замечания, это намного сильнее, чем все то, что есть сегодня у России, как у самой России и со стороны тех маленьких центров, которые в той или иной мере оказывают поддержку той же России, поэтому все это вместе вкупы, конечно, больше работает на мельницу России и с точки зрения войны в долгую, но и теперь мы увидев после вот такого статического определенного состояния на линии фронта, который долгое время, как вы видите, ни в вашу пользу и ни в пользу Украины, России не было, то есть это локальные бои, то вы немножко продвигались, то они немножко продвигаются в разных местах, и тут и это все на фоне так называемых переговоров, которые два с половиной года муссируются в информационном поле, и я регулярно на всех каналах и на вашем канале тоже самое говорил о том, что никаких переговоров, реальных переговоров быть не может, потому что переговоры могут идти с позиции силы одной из сторон, ничьей в этой войне быть не может. Если вот в самом начале только один раз были переговоры, реальные переговоры, это когда в самом начале, когда все ждали близка река, и тогда вы, конечно, в самом начале войны не были готовы ни к чему, поэтому они состояли, сначала даже вам хотели это навязать в районе Минска, если вы помните, потом это переметнулось в Стамбул, и там опять же в такой ситуации, но вам вовремя удалось не идти ни на какое подписание, и в конечном итоге тема переговоров отложилась надолго в ящик, потому что тема переговоров определяет то, что происходит непосредственно на Земле, то есть динамика самой войны. А динамика этой войны на протяжении всего остального времени, вплоть до сегодняшнего дня, не давала никакого основания никому, кроме спекулянтов, которые на эту тему любят просто поболтать, неназванные источники, неразванные газеты и вот 90% диванных экспертов. Вот, а никаких переговоров не будет, включая до конца этого года, точно так же не будет, потому что все сегодня, все, что происходит и в Курской области, это напрямую завязано с президентским выбором в Соединенных Штатах Америки, и не только ваши, и ближневосточные конфликты, если вам интересно, и то, что происходит на Южном Кавказе, в какой-то мере завязано с этим, поэтому я хочу, чтобы мы понимали, исходя из этих переговоров в этом году не будет, а то, что сегодня вот произошло в Курской области, я так понимаю, я так анализирую, это задел на 2025 год в разных форс-мажорных ситуациях, или победит Трамп, или победит Харрис, это один вариант, но при всех вариантах Украина и все те, кто искренне поддерживает Украину и здесь в Соединенных Штатах Америки, и это двупартийная поддержка, она также существует, не смотрите на то, что там лица меняются, первые лица, но двупартийная поддержка в политическом истеблишменте, в американском обществе, она имеется, точно такая же поддержка имеется в Европе, а в Европе добавился чувство страха, что это их территория, это Европа, и поэтому им непосредственно надо этим заниматься, и они уже с лета прошлого года усиленно этим занимаются, вы видите, какие изменения произошли, буквально глобальные во всем направлении, и добавив к этому положительная, позитивная реакция сегодня вот на Курскую операцию, как со стороны официального Белого дома, как со стороны всех главных союзников Украины, и Семерка, и все члены НАТО, и члены Евросоюза, ни одного негативного явления на эту тему, никто даже на эту тему не говорит, включая даже те, которые в той или иной мере иногда проталкивали российские нарративы, даже этого не слышим сегодня, то есть это лишний раз говорит о том, насколько сегодняшний вот этот успех Украины на Курском направлении отвечает стратегической линии в идеологическом плане, в информационном плане, в военно-техническом плане, в политическом плане, политической конъюнктуре, которая существует сегодня на Западе, и в первую очередь в Соединенных Штатах Америки, и это очень наглядно и четко продемонстрировал президент Байден позавчера, когда он, выходя из Белого дома по дороге к своему вертолету в Кем-Дэвид, он кратко пообщался с журналистами, и когда его напрямую спросили, был ли он в курсе дела того, что происходит, он сразу отмел все эти спекуляции, которые на эту тему ведут и в вашем информационном поле, и на Западе, он сказал о том, что с первого дня начала этой операции, каждые 5-6 часов я получал доклады от своих помощников, которые на протяжении 24 часов, каждый сутки, то есть они работали с военно-политическим руководством Украины, кроме этого, говорит, больше этого я ничего вам говорить не буду, то есть он открылся, сказал, что я в курсе дела, мы контролируем этот процесс, мы работаем в контакте с военно-политическим руководством Украины, больше уже здесь ничего говорить не надо, и точно так же, когда идут сейчас спекуляции, разрешат, не разрешат бомбить, дадут атакам, не дадут, то будет, точно так же никто вам правда не скажет, наоборот будут говорить, не дают, создавать тень на плетень, потому что, вы понимаете, идет война, такая война идет, вы сами понимаете, ставки какие высокие, и здесь в США в том числе кресло Белого дома, поэтому, коль там уже F-16 летает, а F-16 это не такая простая игрушка, это не кукурузник, и ему нужны выполнять цели и задачи, а для выполнения тех целей и задач, которые он должен выполнять, у него должно быть все необходимое, и это все необходимое есть у Америки, это все необходимое вам поставляется, если сегодня принимается такое стратегическое решение совместно с Соединенными Штатами Америки по поводу прорыва в Курской области, и, я так понимаю, это стратегическое решение, это не какой-то спорадический локальный успех, а если есть стратегическое какое-то решение, значит, должна быть какая-то тактическая его реализация, а что такое стратегия, как она, на какой период она рассчитана, на месяц, на два, на долгую, и остановится на Курской области, может быть, дальше пойдет Белгородская область, Пренщина, может быть, есть вариант Курской атомной электростанции, потому что есть Запорожская атомная электростанция, и сегодня все, разве что ленивые, не говорят, но это на поверхности видно, это здесь простая аналитика, то есть простая аналитика, здесь не нужно быть нострадамусом, чтобы понять, что Украина усиливает свою переговорную позицию на предмет того, что если завтра, там, в 2025 году, допустим, когда создастся такая ситуация на поле боя в достаточном масштабе, чтобы можно было бы уже сесть за стол переговоров с позицией силы, и тогда можно говорить о том, что вот вы у нас оккупировали там столько-то тысяч квадратных километров, вот и у нас столько-то тысяч квадратных километров, тебе ли вы возвращаете, мы возвращаем, пленные, Запорожская, Курская, и многое другое, то есть, опять же, я не думаю, что это локальная тематика, тут вы видите сегодня уже и по Крымскому мосту, а таком слетают, поэтому мы будем слышать столько много дыма, да, вот информационного, и дезинформации в огромном количестве, что, конечно, я понимаю вас, журналистов, я понимаю общественность, которые все хотят это знать, я, честно, не люблю никогда спекулировать, я простой скромный эксперт, и я просто вот смотрю на ситуацию, на карту, я вижу, где это находится, я понимаю, зачем это сделано, я понимаю это для того, чтобы усилить позицию Украины, а позицию Украины за месяц этим не усилится, значит, это стратегическая какая-то цель, а под эту стратегическую цель, значит, должны быть резервы определенные, и этими десяти тысячами солдат тоже не решишь, и непонятно только реакция той же России, потому что это теми силами, которыми они хотят это локализовать, я имею в виду силами ФСБ, погран войсками, и какими-то внутренними возможностями приграничных этих областей, это не решишь, здесь должна быть регулярная армия, это должно быть Министерство обороны России и Генштаб. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая, и вот такая, и вот такая, и еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп», а еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупателям фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту! И вот сегодня я слушал главнокомандующего войсками НАТО в Европе, американского генерала Кавали, который также выразил удивление непонятной реакцией российской власти в этом вопросе. И тут можно додумывать очень много. Я тут маленький... Господин Юнус, вот действительно, давайте на этом остановимся подробнее о вопросе. Ведь это унижение для Путина, и это еще раз показало миру, но у кого еще оставались какие-то сомнения, что в российской армии как таковой нет, и устрашающей, страшной второй в мире, как они сами о себе говорили. Но ведь ответить-то он как-то должен. Вот каким будет ответ Путина, который сейчас находится, ну, наверное, в состоянии не самом лучшем? Он, по идее, должен быть в ярости, в злости, или я не знаю, что он должен сейчас чувствовать. Вы знаете, я сторонник того, чтобы мы вот в экспертизе не допускали бы таких, что вот все на эмоциях действуют. Не забывайте, кто у власти в России. Это спецслужбы. Они 25 лет у власти. И в разных ситуациях, в разных ситуациях, в внутриполитической кухне России, я имею в виду, начиная с Чеченской войны, вот это мочить сортири, все то, что у них происходило, внутриполитические расприи всякие. И плюс потом вот противостояние с тем же Западом, и которое вот дошло до сегодняшнего дня, мы видели, что при всех вариантов, включая Пригожинский, так сказать, спектакль непонятный, мы видим, что во всех ситуациях, в конечном итоге, им пока удается держать ситуацию, контролировать ситуацию внутри страны и держаться на ногах. Более того, тот же Запад, они как будто бы пока Запад на них по полностью еще и не наехал. Поэтому есть варианты для маневра, для той же России в том числе. Просто простой вопрос, который требует ответа. Он лежит на поверхности. Этот вопрос и вот ответ на него очень трудно найти. Вот, например, есть доктрина, ядерная доктрина России. Почему она не выполняется? Если так задать вопрос, да? Она не выполняется с первого дня этой войны, если так взять. Потому что если Крым – это ваша территория, если Донбасс – это ваша территория, если плюс вы оккупировали еще несколько территорий, которые вы заявили, что они ваши, то есть вы их присоединили. А сегодня это происходит непосредственно в Курской области. И для чего вы придумали эту ядерную доктрину. И когда мы начинаем вспоминать вот этот весь этот блеф ядерный в самом начале этой войны и как он реагировал на обывателя на Западе, как обыватель на Западе перестал на это реагировать после того, как военно-политическое руководство Запада, ключевые страны, ядерные державы, а потом к ним присоединились еще и Китай, и Индия в этой тематике, и ядерная тематика вдруг сошла на нет, включая и темы Запорожской атомной электростанции. И когда мы это все видим, мы понимаем о том, что Россия отдает себе отчет о тех красных линиях, которые ей не позволит никто перешагивать, и не только на Западе, но и те, на которых они в принципе рассчитывают. В первую очередь я имею в виду Кита. Исходя из этого, исходя из этого, вот я недавно был в Карабахе, в Шуше проходил международный форум, проходил международный форум, и там были и со всего мира 50 стран, и там были российские представители на солидном уровне, и политики, и эксперты, и журналисты, и украинцы там были точно так же. Это очень хорошо, когда разные там, и даже воюющие, есть дискуссия, можно спокойно, вот так, без камер, без ничего поговорить. И меня, конечно, очень много задавали вопросы, я откровенно им объяснял, то есть они хотели понять позицию Запада, в этой ситуации, и какие варианты, как Запад видит всю эту ситуацию. Я им старался донести до них простую точку зрения. Запад Украину вам не сдаст. Я хочу, чтобы вы это четко поняли. Раз он вам не сдаст, значит, вы в этой войне не победите. Другой вопрос тебе. А какова цель? Какой вариант выхода из этого топика? Вы совершили стратегическую ошибку. То есть неправильная стратегия. Вы пошли на Украину. Этого делать нельзя было. Значит, кто виноват в этом? Как вас подвигли на это? Это ДЭЗа была с западных спецслужб. Это внутренние какие-то спецслужбы неправильно проработали. Упущение какое-то, как Советский Союз с Афганистаном в 79-м году. Это уже другой вопрос. Но это была стратегическая ошибка. Тактически вы ее теперь уже неправильно не реализуете. Вы никак ее не исправите тактически. Потому что закон этого жанра, то есть неправильная стратегия, она никогда не выправляется тактическими моментами. Исходя из этого, сегодня вы у тупика. Президент Зеленский находится у пропасти. В каком плане? Он ему назад, дороги нет. Он дал указ, что ни на какие переговоры не пойдет. Он завысил планку. То есть завысил его у пропасти, я имею в виду, то есть Украине некуда отступать. Война идет на территорию Украины. У вас территория огромная. И у вас возможности больше. И у вас есть вариант маневра. Более того, вы контролируете ситуацию у себя в стране. Вы можете туда, внутри страны, все, что хотите дать. Там это съедят и Пригожинская тематика, и эта тематика, и любая другая тематика. Точно так. Вы же не объявляете по сегодняшнему ни мобилизацию, ни ядерную доктрину, но не принимаете это дело. То есть и вы целый день по телевизору несете совершенно не то, что нужно говорить, по большому счету. Хотя немножко сегодня уже риторика другая пошла. Но опять же, не на том еще и на уровне. Но они уже, пропагандисты русские, уже начинают говорить, а вот если Россия проиграет? То есть у них впервые пошло про то, что... Это я слышу. Это я все слышу. Просто я к тому говорю, это еще не тот уровень. Я говорю о том, что у вас есть вариант маневра. Поэтому вы должны сделать шаг назад. Они говорят, а какой шаг назад? Я говорю, вот этот шаг назад, этот шаг назад, он будет на земле. И вот я так думаю, то, что сегодня сделает Украина, это как раз-таки тот шаг назад, который и напрашивается. Шаг назад, я имею в виду, как раз-таки обмен территориями, потому что по-другому на силу надо отвечать силой. Потому что если кто-то захватил вашу территорию, он просто так вам ее не вернет. Вы должны силой или у нее эту территорию отобрать, или вы должны силой какой-то другой части его территории захватить, оккупировать и сделать там все то, что делают они тут. То есть они здесь создают военную администрацию, временную, оккупационную силу и все остальное. То же самое можете делать и вы. И заметьте, в отличие от того, что делает Россия на этих ваших территориях, это встречает положительную реакцию на Западе. Даже в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций не было никакого осуждения Украины в этой ситуации. Потому что Украина защищается. Я к чему это веду. То есть это лишний раз показывает, что ситуация тупика, а у России только варианты цунг-цунг. И насколько Россия готова ухудшать эту ситуацию, это покажет в ближайшее время. То есть в зависимости от того, как они будут реагировать на эту курсскую операцию. Но насколько я понимаю, это стратегически такой ход был со стороны Украины. И я так думаю, эту идею придумали украинцы, а не американцы. Американцы просто поддержали эту тематику в плане того, что это выгодно администрации Байдена. Потому что они это продают сегодня открытым текстом. Вот и Камал Харрис сейчас с Байденом на митинге. Сегодня впервые вдвоем вышли, и они это открыто продают. Потому что тема Украины, тема Ближнего Востока, тема Южного Кавказа, то есть это все то, что где сегодня немножко неспокойно, является предметом спекулятивной тематики. Ее можно продать здесь, внутри страны, как успех. На Ближневосточной тематике успеха никакого я не думаю, они могут продать. Потому что там сидит Натаньяху. Натаньяху сделал ставку на Трампа. Он не будет подыгрывать к Камалу Харрису и Байдену. За мной Майдан. За мной Крещатик. Главная улица Киева. Столица независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской, фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира. А еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. На Южном Кавказе ситуация тоже еще неоднозначная. Но опять же, там американцы давят и на Азербайджан, и на Армению, чтобы какую-то бумажку, хотя бы простую бумажку, типа протокола о намерениях, декларации о намерениях, чтобы ее тоже преподнести здесь. Единственное место, где реально можно что-то сделать, тем более по масштабам глобальной войны на российско-украинском направлении. И там сегодня республиканцы вообще не работают, потому что тема, это вышло из-под Конгресса, я имею в виду бюджет, финансирование. Все, там остается только тема исполнительной власти. Пентагон, главнокомандующий, это президент Соединенных Штатов Америки. И поэтому сегодня и Курская операция, что тут похожее на Курскую операцию где-то в соседней области, тема с Крымом, с Крымским мостом или что какие-то военные поставки. Вы думаете, что сейчас еще Крым следующий будет? Я не говорю, я не буду сейчас на эту тему рассуждать, это пускай рассуждает военный, потому что с точки зрения военной необходимости. Я говорю о том, что чисто политически, политически, эта администрация здесь в США заинтересована вот в таком же успехе, как он, да, вплоть до конца этой президентской кампании, чтобы это можно было преподнести. Это выгодно администрации, это выгодно и вам. И поэтому на этом фоне мы и видим этот положительный, который вы видите и в информационном поле, и изус этих политиков. Нет никакого разнобоя в отношении каких-то других ситуаций. И даже разговоров нет о том, разрешить или не разрешить. Заметьте, сегодня все понимают, что вроде бы разрешили и вроде бы там нужно разрешить, но с другой стороны, а зачем об этом публично говорить? Даже если это разрешат, я не думаю, что это кто-то должен на этом публично говорить. Главное посмотреть, что там будет на выходе. То есть 5 ноября дата историческая, решающая и судьбоносные решения. И события должны произойти, судя по всему, до 5 ноября. Господин Юнус, а вот скажите, пожалуйста, ведь то, что сейчас произошло в Курской области, показало не только Украине и западным странам, а и показало непосредственно соседям России, другим, в том числе там, где присутствуют там мусульманские, мусульманские разные и группировки, и течения, и в том числе, кстати, террористические какие-то организации, которые уже заявляли там, и к Путину они обращались, теракты устраивали. Так вот, эта история, она показала то, что все это силы России находятся сегодня на Украинском фронте. И в принципе, если кто-то захочет сейчас открывать другой фронт в России, то у него есть все шансы победить. В том числе мы можем говорить о национальных республиках внутри России, там, как Дагестан, еще какие-то, которые тоже могут и имеют свои претензии к центральной власти. Вот скажите, пожалуйста, на фоне этого, на фоне того, что происходит сегодня, это политический вопрос, на фоне того, что происходит сегодня вокруг Путина, да, потому что, ну, не могла ведь разведка российская не знать о том, что мы готовим такую операцию. И как тот же Блумберг написал, что за две недели российская разведка знала, но, получается, не доложила Путину. Вот на фоне того, что, видимо, там все-таки что-то происходит, может быть, вы тоже знаете и дадите оценку, что, могут ли возникнуть еще другие очаги конфликта? Здесь несколько моментов, которые стоит отметить. Я не читаю ни Блумберг, ни Вашингтон-Пост, ни Вашингтон-Таймс, я просматриваю, но я не считаю серьезными источниками информации это обычной воды пропаганда. Вот столько они глупостей писали за это время, это первое. Что касается того, что россияне об этом знали, я не думаю, что они об этом знали. Я не думаю, что они об этом знали, потому что, если бы они знали, бы они провели его примитивные меры. Такие вещи, это при всех возможностях той же России, у них, если этим занимаются опять же американцы вместе с Украиной, американцы наверняка и оперативные прикрытия всей этой информацией тоже обеспечивают. Поэтому я так думаю, здесь всего несколько человек знали об этом. И коль это имеет успех, значит, это именно с этой точки зрения. Конечно, конспирологи любят, сейчас могут говорить о том, что вот пришел новый министр обороны, там поснимал всех этих заместителей министра, генералам это не нравится, и вот генералы делают то, что на фронтах будут проигрывать. Ну, это обычно то, что на поверхности, то, что любят говорить конспирологи. Потому что, когда ты в большой политике давно, и ты понимаешь, как по-другому работать, потому что те, кто любит конспирологию, это те люди, которые никогда в большой политике не работают. В большой политике конспирологии не бывает. Никакой конспирологии не бывает, но вся политика, она тоже по своим законам. Да, есть спецслужбы, да, есть информация, это очень важный источник. Узнав информацию, конечно, можно, но я думаю, раз результат вот такой, я не думаю, что в Крымле, а в этом знали. Поэтому они сейчас пожарным порядком собираются это как-то локализовать. Это первое, касательно этой информации. Теперь, что касается вот этих всех национальных образований на территории России, и всех тех, которые обычно в нестабильной ситуации в той или иной стране, и включая ту же Россию, вспомним времена развала Советского Союза, Северный Кавказ и все то, что происходило на постсоветском пространстве и в странах Центральной Азии, то я хочу просто вам напомнить такую одну вещь простую. Со времен противостояния Советского Союза и Соединенных Штатов Америки все эти организации с первого дня своего существования были созданы спецслужбами Центрального разведывания управления и Комитету Госбезопасности Советского Союза. Все. Это и Курская рабочая партия, это создана на Лубянке, это и организация освобождения Палестины, создана на Лубянке, это и армянская террористическая организация, АСАЛА, точно так же. Чтобы не было обидно другим, могу сказать, что создавались американцы. Бен Ладен с его Аль-Каидой, это детище ЦРУ, это было создано против Советского Союза после советского вторжения в 79-м году в Афганистан и именно тогда поддерживали кто? Бен Ладена. Бен Ладен Саудовская Аравия, Китай и Пакистан, ну я имею в виду и Соединенные Штаты Америки, само собой, тогда они как раз-таки противостояли Советскому Союзу там. И Бен Ладен свои миллиарды сделал именно тогда на этой войне. Семья Бен Ладена, по сегодняшний день огромное количество его родственников с этой же фамилией Бен Ладен живет в Соединенных Штатах Америки. Вот, поэтому я к тому говорю, но Советский Союз развалился, точно так же, как курдские повстанцы, они были созданы Советским Союзом и сегодня они в Сирии, в Ираке, там в этой территории, они уже их подобрали западные спецслужбы, да, те же США и их европейские коллеги. Поэтому, а потом появляется вдруг, откуда-то не возьмись, вот, да, и видите, Хамас, Хезболла, то, что в Газе происходит, тот же Хамас, 20 лет, который работал с Моссадом, поэтому, когда мы это все, вот эти все игры в апреле, Иран 300 ракет бросает, 350, там, ракет на Израиль, и ни одна из них не доходит до цели. Сегодня, опять же, держи меня, иначе я его разорву, но вперед ничего не делать, тот же Иран, получая подщечину у себя дома. То есть, и мы понимаем, что за кулисами здесь работают спецслужбы США, в том числе, а Иран отправляет месседжи, я не хочу эскалации, новый президент приходит туда, непонятно вдруг, с чего это вдруг, лидер духовный туда допускает этнического азербайджанца, и он и его окружение делают совершенно не те заявления, которые до этого делал предыдущий президент, который непонятно, внезапно, как-то погиб. Понимаете, это все темы, вопросы, и когда мы видим эти заявления о том, что Зариф этот сказал, вице-президент, который вот сейчас подал в отставку, но еще отставка его не принята, то есть о том, что мы не хотим, мы не вытянем это все, да, мы поддерживаем борьбу палестинского народа, но мы не вытянем, мы поддерживаем Хезбулу, мы поддерживаем Хамас, мы поддерживаем то, мы поддерживаем это и в Сирии, но у нас свои проблемы, Иран под санкциями 40 лет, Иран хочет вылезти из этой ситуации, то есть это месседжи, это месседжи, которые отправляются в Европу, в Соединенные Штаты Америки, то есть я к тому веду, чтобы и тот же ИГИЛ, который появился внезапно, и как это все проявится, тот же Талибан, который вдруг появился, то есть я хочу, чтобы вы понимали, эти все спецслужбы, эти все спецслужбы, это все террористические организации, они созданы спецслужбами главных центров на планете, главных игроков на планете, главных вот игроков, которые во всей этой турбулентности в той или иной мере задействованы напрямую, и коль это так, давайте посмотрим теперь на генеральную линию, на Западе никто не хочет развала России, так же, как никто не хочет развала, не хотел развала Советского Союза, это самое ядерное дежава на планете, даже хаос в Советском Союзе, в свое время это говорил Збигнев Брежинский, он говорил о том, что хаос должен быть регулируемым, вяло текущим, но регулируемым, потому что это самое ядерное дежава, он в принципе так и происходил 10 лет, 79 по 89 год, точно такие же звездные войны, гонка вооружений, информационная изоляция, Голос Америки, Радио Свобода, Немецкая Волна, санкции, включая Олимпийские игры в Москве в 80-м, то есть все похожие ситуации, как сегодня, касательно вашей агрессии против Украины, каток также запущен, машина также работает, Россия сегодня в разы слабее Советского Союза тогдашнего, но велосипед никто изобретать не собирается, и ежели тогда, вспомните, кровь прошла по бывшим Советским Республикам и в Карабахе, и в Приднестровье, и в Абхазии, в Схамвальском регионе, то есть и в странах Средней Центральной Азии, если вы помните, и еще до Прибалтики даже дошло, в Грузии, если помните, в Тбилищ, в Тбилищ, в Январе 90-го года, то есть, но в самой России, в самой России, это потом перекинулось на территорию России, уже вовремя на Ельцина, Чечня, Северный Кавказ, это все, но ситуацию стабилизировали, вдруг, и дали возможность, закрыли глаза на все то, что творилось в Чечне и в Первой войне, и во Второй войне, кто закрыл глаза на это? Запад закрыл глаза на это, а каким образом закрыв глаза на это? Он просто эту ситуацию разрулил, потому что Советский Союз развалили, результат достигнут, дали вперед того же Ельцина, типа демократ, 10 лет, а потом тот же Ельцин сдал власть тем же спецслужбам, и эти спецслужбы, я имею в виду, Примаков, Степашин остановились на Путине, и эти спецслужбы 20 лет делали хорошие деньги, триллионы с тем же Западом, а под раздачу кому дали? Мой родной Азербайджан, дали под раздачу Саакашвили, который сегодня же сидит в тюрьме, дали под раздачу УАЗ в 2014 году, и продолжали делать деньги, и сегодня хотели окончательно дать УАЗ под раздачу в этом плане, но вы заортачились, и заортачившись, вот вы поменяли эту повестку дня за эти два с половиной года, и вот сейчас вот то, что происходит, происходит, говорит о том, что каток запущен, но они так же не хотят хаоса в этой стране, они хотят эту географию, чтобы ее контролировали, и американцы это хотят, и китайцы это хотят, они никто, ну просто все хотят ослабления, потому что все на этом зарабатывают, больше всех на этой войне кто зарабатывает, с западной стороны это Соединенные Штаты Америки, и на старом оружии зарабатывают, и на новом зарабатывают, и на сжиженном газе зарабатывают, и на многом другом зарабатывают, это видно невооруженным взглядом, Китай так же зарабатывает, Индия так же зарабатывает, ну просто по сравнению с Китаем, Индия в пять раз слабее, и не только энергоресурсы, то есть Россия медленно, но верно идет в объятие того же Китая, Китаю это выгодно, конечно, это выгодно. То есть это все, это все говорит о том, что ослабление они хотят, но они хотят, что кто-то должен контролировать эту географию. И это может быть нынешний президент России, это может быть кто-то другой из его команды, заметьте, тот же. А вот кто, например? Ну вот давайте кандидатуры набраться. Я сейчас, я говорю не о кандидатурах, я говорю о системном подходе. Тот же Ельцин пришел на смену Горбачева из этой системы, партномиклатуры. Он просто так не появился там. Конечно, он вообще при Горбачеве был, тот же его любил. И его вперед дали спецслужбы. Спецслужбы дали свое время вперед того же Горбачева, потому что они понимали, что ситуация выходит из-под контроля. Они сделали шаг назад. Они дали вперед Горбачева. Это ГКЧП, вот это все, которые там были. И заметьте, все те, кто пришли сегодня к власти, 25 лет, это все те, кто во времена Горбачева сделали шаг назад. Мое поколение пришло сегодня в России, все те, которым 65-70 лет. Мне 65 лет, поэтому президенту России 70 лет. И все вокруг, это генералы, вот любого так пальцем тронет, но все генералы. И Дмитрий Песков генерал, чтобы вы знали, генерал комитета госбезопасности. И все остальные, и Ушаков, первый помощник, который здесь был послом в Соединенных Штатах, он тоже генерал. Это все генералы комитета госбезопасности. То есть от того, что они в гражданской, и на всех ключевых постах они. Они знают, что такое власть. И они знают, что власть легче взять, чем ее удержать. Поэтому они, и коль они ее, в отличие от Горбачева, в отличие от Ельцина, 25 лет удерживают, они знают эти правила игры. И правила игры с Западом в том числе. Поэтому они не идут на такую сильную конфронтацию. И поэтому Кремль делает реверанс и в обмене с этими заложниками, сохраняя, давая тому же Байдуну возможность использовать это в предвыборной кампании. Потому что Кремль понимает, что Трамп может и не выиграть, Харрис может остаться. А зачем я должен захлопывать двери? Да я сделаю реверанс тому же Байдуну, коль они мне посылают месседжи, давай идем на этот обмен. И он на этом сыграл грамотно. Плюс на иранской тематике он точно так же отправляет туда Шойгу, для того, чтобы не было там так же этой конфронтации. То есть он к чему это ведет? Давайте заканчивайте бодягу с этой Украиной. Вот то, что хочет Кремль. И Запад говорит только на следующий год. Потому что в этом году у нас президентская кампания. И теперь все хотят подготовиться к этому следующему году. И в первую очередь это делают Украина и союзники Украины. И вот то, что я это вижу, это как раз таки наглядное тому подтверждение. Поэтому, когда вы говорите или хотите понять о том, что кто, что, как, однозначно это будет человек этой системы. Потому что туда вот эти все эти случайные люди, эти мыльные пузыри, там Тихановская в Белоруссии, там Жена Навального, Карамуза, Яшин, Машин, вот эти все. Это все мыльные пузыри. Их близко не будет у власти. Вспомните, кто пришел после Горбачева. Пришел Борис Ельцин, представитель этой номенклатуры. Тот самый, который Ипатевский дом Николая в Екатеринбурге сравнивал с землей. Это он делал. Ну, не он лично, он выполнял решение политбюро. Но в любом случае этот человек ничем не отличается от того же Горбачева. Плотью этой системы. И такой же жестокий. Мы видели никакой разницы. Белый дом кто расстреливал? Мы же помним. До Белого дома это была Чечня. Потом Белый дом. Потом 96-го. Вся эта коррупция, все эти олигархи, лихие 90-е. Все с ним связано. Я к тому это веду, чтобы не надо нам строить иллюзии, или как нам это хотят преподнести. Демократия с автократией. Просто этот человек был этой системой. И сегодня, сегодня или же нынешняя власть пойдет на сделку, или же пойдут люди из этой системы. Из этой же системы. Повесят на Путина всех собак, а сами пойдут на сделку. Ельцин повесил всех на Горбачева. Нынешние повесили всех на Ельцина. Опять же, просто президент России, надо дать ему должность. Он человек слов. Он никого не сдал, заметьте. Ни Собчака не сдал, потому что он обязан был ему крестом. Ни семью Ельцин он не сдал. Семья Ельцина живет сегодня припеваючи. Заметьте, своих не сдает, включая этого Красикова, который из Германии вытаскивает. То есть, они живут по понятиям, по своим принципам, которые они есть. Это их консолидирует. Это закон о мертве, если хотите понять. Вот закон, так сказать, мафии, который есть. Мафии. Но только слово сразу же разрушается и стоит ноль, когда речь заходит об Украине или о международных каких-то историях. Вот здесь ему просто врет, врет как дышит. Здесь мы им говорим о разных вещах. Они, у них внутри команды консолидация, если вы меня спросите, посильнее, чем у вас в Украине. Вот российская власть намного более консолидирована, как власть. Конечно, там сто процентов. Там все зацементировано. Что в условиях войны, условиях войны, подчеркиваю, это очень важно. Это очень важно. Это ваша хелесовая петра. Это ваша хелесовая петра. То, что касается общества, это другой вопрос. Там в обществе это может взорваться, приведет к социальному взрыву. Если вот они, консолидация у них во власти не будет, тогда это приведет к социальному взрыву. Это закон этого жанра. Вспомните перестройку, вспомните те времена, как это происходило. Приведут к социальному взрыву. И тогда подожгут. И подожгут, я сейчас завершу, я веду к ответу на ваши вопросы. То есть эти национальные образования. И подожгли на национальных образованиях. Другое дело, сегодня никто не сторонник этого. На Западе в первую очередь. Когда вы говорите о том, что вот эти террористические организации, это только тогда могут сделать, когда кто-то в Кремле может заартачиться. И тогда те, кто имеет влияние на те или иные спецслужбы, как это происходило в чеченской компании, снова могут задействовать те или иные террористические организации для того, чтобы изнутри подорвать ситуацию. Господин Геннус, ну вот суммируя, да, все то, что вы сказали выше, скажите, пожалуйста, вот если брать, ну, к примеру, ближайший год, как вы считаете, как будут развиваться события? Вы имеете в виду до конца этого года? Ближайший год имею в виду с перехлестом. Нет, с перехлестом здесь не надо делать, потому что все, потому что это было гадание на копейке. Давайте, давайте до конца года. До конца года однозначно, я так думаю, администрация Байдена будет стараться как можно больше позитива наработать, но без эскалации, но без эскалации. Им нужна гарантированная победа. Гарантированная победа без шараханий. Вот, например, то, что вот в Курской области происходит, там идет без эскалации, и заметьте, они подчеркивают регулярно, там нет никакой эскалации, но там идет успех. И этот успех, который мотивирует самих украинцев, мотивирует украинское общество и показывает украинцам, что Америка нас не сдает, Америка за нас стоит. А кто руководит Америкой? Президент Байдена. А кто у него главный кандидат? Камала Харрис. Вот это создает, так сказать, общий фонд, который нужен здесь, в Америке. И вот этот общий фонд они будут держать до конца года. На это, на это их оппоненты, их оппоненты, на вашем фронте, ничего сделать не смогут. На внутреннем рынке они много чего могут сделать. Миграция, орды, туда все это будет происходить. Вы просто на это не обращайте внимания. Господин Инус, как всегда интересно. Спасибо вам большое за эту беседу и до следующих встреч. Дякую. До побачения. Слава Украине. Дякую. Героям слава.